На дороге по улице авиаторов сбита собака. Волонтеры разыскивают хозяев. Такие объявления в Нарьинмаре, к сожалению, не редкость. Проблема безнадзорных животных все еще остается острой для нашего региона. Бесхозные собаки, голодные, одичавшие без людского присмотра кошки, чаще всего оказываются на улице летом, когда хозяева уезжают в отпуск, не позаботившись о том, чтобы на время своего отсутствия пристроить питомца в надежные руки. Пристроить своего питомца на период отпуска в Нарьинмаре давно не проблема. Объявления пестрят предложениями о передержке, только плати. Но далеко не все готовы выложить копеечку за своего шарика или мурку. Дешевле и проще отправить питомца на вольные хлеба. Эта рыжая бедолажка тоже жертва нерадивых хозяев. Бегая без присмотра угодила под колеса автомобиля. Результат – перелом задних конечностей. Собачке повезло, добрые люди доставили в клинику. У нас нет возможности прооперировать данный таз. Мы его оставим. Девочке 7 месяцев. Я думаю, у нас все произойдет хорошо, потому что она лежит в течение трех недель. И таз все равно даст какую-то осетку, заживление. В общем-то, я думаю, произойдет заживление таза и будет все хорошо. И девочка встанет. Будем на это надеяться. Но у нее очень размозжены мягкие ткани, мышцы задних конечностей. Заживление будет очень долго. В течение шести недель однозначно. Несмотря на объявления в соцсетях, хозяева пострадавшей собачки до сих пор не объявились. И такие пациенты в клинике Анастасии совсем не редкость. Справедливости ради доктор отмечает. В последнее время сознательных собаководов прибавилось. Особенно из населенных пунктов округа. Привозят с просьбой о стерилизации. Как, например, вот эту красотку. Но в целом проблемы безнадзорных животных все еще актуальны для округа. Есть такие нерадивые хозяева, которые оставляют своих безнадзорных животных без присмотра. Оставляют кому-то. А те ответственные люди оставляют их на улице, выгуливаются. Сами они по себе. Ну и, соответственно, безнадзорных животных у нас становится больше. Бездомных у нас мало, а безнадзорных у нас больше стало. Специалисты станции по борьбе с болезнями животных отмечают, летом нагрузка больше. В день в среднем приходится по 10-12 выездов. Брошенные собаки, бездомные кошки. Этих бесхозных малышей недавно обнаружили добрые люди. Их мать бездомную собаку отловить так и не удалось. Не дается в руки. Хозяева также бесконтрольно плодят своих животных. Кучу щенков, кучу котят, как всегда, привозят. Вот причины разные. Не успел стерилизовать или зачем стерилизовать, это же больно. Это там какое-то, не знаю, живодерство, кощунство. В общем, вы же сможете пристроить, у вас же все равно забирают. То есть вот таким образом. Собак меньше не становится. Сейчас в пункте временного содержания 60 собак разных возрастов. От щенков до особи преклонного возраста. Большинство, что называется, бывшие домашние. Разбирать их никто не спешит. Не сезон, говорит Анастасия Сергеевна. Летом больше сдают, а не забирают. Неохотно своих забирают, потому что за них же нужно платить. Раньше не нужно было платить, тоже особо не забирали. А если и забирали, то через какое-то время это животное опять бегает. Сейчас, в принципе, все то же самое. Мы так примерно делали, скажем, график вариаций. Ну, ничего не меняется. Все то же самое. Брошенные, покалеченные, голодные бывшие домашние собаки и кошки таких постояльцев не становится меньше в пункте временного содержания. А возвращаясь к пострадавшей рыжей собачке, когда она пойдет на поправку, малышке будет нужен новый заботливый хозяин. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин